Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья. Сегодня понедельник и первые часы своего выходного, примерно где-то с 8 до 10, я посвящаю своим орхидеям. Делаю обход, осмотр, не нарадуюсь на растущие корешки, на, конечно, цветение орхидеи. Ангел, все цветки повернуты к окну, но мы один раз вернем и тоже полюбуемся. Это такой угрозь, он нарастил со старого цветоноса. Я уже предвкушаю, какое красивое цветение будет у моего попугайчика. Вот такая веточка и аж целых три ответвления. Это ожидает, наверное, через месяц первые цветы. Вот сейчас в июне, ну и все лето до октября, знаете, с чего начинается мое утро? Утро орхидейное. Я обхожу и притеняю орхидеи от солнечных лучей. Конечно, орхидеи очень светолюбивые, но чтобы нужно этот цвет был затененный. Вот, например, вот на этом окне Мартина я не притеняю, потому что сеточка. И особо лучи не попадают такие прямые. Ну, по крайней мере, за вот июнь ничего не случилось с этой орхидеей. Но вот каждое пятнышко я просматриваю. Вот видите, я уже после того, как на моем Сога Реликс обнаружился вирус, и нахожу я следы от клещей на листиках, я все вот эти подозрительные орхидеи отдельно на балкон унесла. И вот все оставшиеся очень, так знаете, внимательно рассматриваю. Вот два дня мне это пятнышко не нравится. Я взяла ватный тампон, прополис спиртовой смочила настойкой, и вот прям, знаете, вот пропитываю вот это пятнышко. Не знаю, что это. Может, водичка попала, и все-таки лучик солнца оставил этот цвет. Ну, всегда я так надеюсь. Чем притеняю? Вы знаете, обычными листами бумажной салфетки. Я их цепляю на окно. Я уже заметила, на какие орхидеи, какие часы падают, и такие более яркие солнечные лучи. Конечно, это некрасиво, но это буквально с 7 до 10. Потом я убираю здесь пару салфеток, иногда просто накидываю на орхидею. Потом, уходя на работу, я просто убираю, и все. До следующего утра они стоят открытые. И получаю достаточно света, и уже такой свет, который их не обжигает. Вот еще растет цветонос. Это будет белая орхидея. Я ее брала по оценочке, но я видела, там был цветочек белый, и такой цветной, какой-то бордовой или малиновой губой. Вот захотелось мне иметь одну белую орхидею с такой разноцветной губой. Тоже вот уже домашнее цветение, и вот такой богатый цветонос. Вот тоже интересно растет цветонос. Тоже это от моей последней оценки. Голден леопард. Он так горизонтально ответвление дал, но я оставила. В принципе, эти цветы не будут мешать. Ни им ничто не будет мешать. Не, они не будут мешать никаким орхидеям. Так же продолжает доращивать цветоносы и ответвления мой Биг Бэнк. Так же бесконечно радует своей красотой бабочка Пират Пикати, и она все продолжает наращивать. Смотрите, и вон еще выглядывают три бутончика, и с этого края тоже растут бутончики. Не знаю, здесь уже, наверное, будет больше 20 цветков. Это и остатки старого цветения, и нового уже, который она дорастила. Очень любит свистеть эта орхидея, и выглядит она просто шикарно. Еще что я заметила в это лето, ну столько, много новых цветоносов. Вот я смотрю, например, вот Сога Лауренс. Я думала, ну вот решил дать два ответвления от одного цветоноса. А нет, смотрю я, вон там под листиком, я тоже вижу, что растет цветонос. Не буду я доставать, поверьте, уж мне на слово. И вот, например, фокус, который ближе к окну, тоже, видите, дал ответвление. И тоже выглядывает вон кончик цветоноса. И так я замечаю почти у каждой своей орхидеи очень много новых цветоносов. Это у меня Клеопатра. Она решила тоже доращивать старый цветонос. А вот эта моя орхидея, сейчас я сниму. Но все же я решила ее не снимать, а просто подлезть повыше к ней. И я спрашивала недавно совет, как называется эта орхидея. И почему-то все решили, что это нарбона. Это была моя орхидея-сюрприз. Вот так она цветет. То ли неправильно камера передала оттенок лепестков, потому что у нарбона все-таки есть светло-коралловый оттенок. А здесь нет. Здесь, скорее всего, такой, знаете, персиковый оттенок. Я, наверное, соглашусь, что все-таки это золотое яблоко-персик. Хотя мне написали про одну орхидею с названием вулкан, что тоже очень похоже на вот эту мою орхидею. Действительно, тоже есть сходство. Поэтому больше процентов, что это золотое яблоко-персик. И с малой вероятностью, что это орхидея-вулкан. Здесь у меня еще чармер. Вот он, как я его получила, 1,7. Вот он желтил листики, желтил. И вот он тоже решил, уже, знаете, толком не растет. Вот мне написали, это хлорос. Но я и эфировит железа использовала. И притеняла. Знаете, я столько мест поменяла уже вот этой орхидеей. И все равно вот что-то растет, неправильно растет. Вроде отращивает листик зелененький. Потом он начинает вот так желтеть, отпадать. Но сразу след растет. Новый листик. И вот за два года, вот это я покупала 1,7. Вот уже будет третье цветение. Вот зачем ему этот цветонос? Ну, скорее бы уже нарастил он листья. Вот что-то ему не хватает. Вроде корешки тут есть, наросли. Вот так я не подружусь с чармером. Хотя говорят, что эта орхидея неприхотливая. Все-таки, наверное, не надо вот заставлять, просить вот этих малышей 1,7 цвести. Нужно, пожалуйста, обрывать в начале цветоносы. У кого рука поднимется, вот тоже вот растет цветонос, а листья-то толком и нету. Один более-менее зеленый, а другой вот наполовину желтый. Ладно, пусть уже растет, как есть. Фидея майя тоже растет цветонос. Антверпен доращивает свой цветонос. Он очень долго держит цветочки и доращивает, и доращивает. А вот у сезама, я смотрю, будет какой-то цветок-мутантик. Абсолютно неправильно развивается бутон. Ну, посмотрим, что получится. Ну, а так вроде все в этой комнате цветами хорошо. Я очень внимательно смотрю все подозрительные листики или что-то. Я сразу беру на обработку и уношу другое место, чтобы не заразить. Вот, например, вот эта орхидея, вроде листья хорошие, все растет. А когда я вот смотрела снизу, мне не понравилось, что вот, как мы называем, вот капельки нектара, вот были по краям листьев. Это нормальное явление, если, например, орхидея цветет и хочет привлечь этим нектаром опылителей. Но она у меня не цветет. Зачем эти капли, как только привлечь вредителей, я не представляю. Поэтому я сняла эту орхидею и, знаете, просто намылила дегтярным мылом. Прям густой пеной каждый листик, оставила подсохнуть на некоторое время, но потом промыла и поставила на место. Иногда мне не хочется таких средств серьезных использовать, когда я еще не уверена, надо это или нет. Поэтому я использую или зеленое мыло, или просто дегтярное. Тут же еще раз можно полюбоваться на мою гранатовую орхидею. Знаете, для такого маленького кустика размер орхидеи даже больше, чем Биг Бэнк. Где-то сантиметров, наверное, восемь. Знаете, очень мне понравилась эта орхидея. Так, случайно купленная. Обалденный цвет. Вот эти необычные вот эти вкрапления. Вот такая она красотка. И, наверное, я ее уже пересажу. Посмотрите, сколько у ней корней. А пришла такая засушенная, пересушенная. Постепенное отпаивание. Вот так дало результат. Корни все восстановились. И даже орхидея процвела. Так, орхидеям на этом окне притенение не требуется, так как здесь даже темновато. Но не мешает им наращивать цветоносы. Вот это Наташа собирается цвести. Тоже это от старого цветоноса. И все орхидеи, которые сейчас находятся, все или цветут, или отращивают цветоносы. Вот Black Velvet. Здесь есть старые цветы. Посмотрите, новые бутоны. И еще два ответвления. Ожидается летом такое пышное цветение. И здесь в Рантера висит два цветоноса. На всех вот здесь с Яра Брайт цветоносом. Вот, посмотрите, если на каждом, на каждом есть цветонос. Вот, буквально на всех я вижу цветоносы. Вот, на всех. И здесь вон тоже маленький цветонос. То есть света для цветения. Хотя здесь нет ни подсветки. И солнце бывает только в утренние часы. В принципе, орхидеи все устраивает. Вот, если бы не устраивало, наверное, так пышно не цвели они. Посмотрите на мой Black Velvet. Здесь тоже освещение не очень, чтобы показать. Но не буду тревожить. Я уже не раз вам показывала эту орхидею. Когда полностью она зацветет. Вот на всех своих ответвлениях я покажу, конечно. Ну, это будет через месяц-полтора. На этом окне продолжает цвести жемчужина императора. Тоже это продолжение цветения. Доращивает бутоны. И обязательно любит хоть один-два бутона. Эту орхидею отсушить. Причем мне пишут, что у многих так. Дает много бутонов. Потом часть отсушивает. Очень красивая орхидея. Там, сейчас дальше покажу. Здесь также продолжает цвести Summer Song. Пышный такой букетик. Собирается цвести мой пенек-пилорик. Вот эта варегатная моя орхидея тоже дала мне цветонос. Знаете, у меня такое ощущение, что сейчас не начало лета, а начало осени, когда бывает такой массовый выброс цветоносов. Вот здесь детка моя Гаги. Я отделяла ее прикорневую. У нее не было корней. Но я пересаживала ту орхидею. Вот там немножко даже клещи. Когда ее поели, вот листика, да, она сидела со своей мамкой. И я ее решила пересадить. Вот она вырастила новый листик. У нее не было корней. И я все смотрю и радуюсь. Вот наконец-то появился, вот я вижу корешок. Вижу вот один корешок на просвет. Радуюсь, что наконец-то детка начала отращивать корешки. А потом случайно заглянула на дно. И посмотрите, оказывается, здесь один корешок даже уже прошел через отверстие. Но я так не люблю, когда они делают. Очень трудно потом пересаживать. Могу по кругу идти вдоль горшка. Но почему-то решил выйти наружу. То есть все будет нормально у этой детки. Она растит все, что ей полагается в ее возрасте. Сейчас пойдем на кухню. А потом я вам кое-что покажу на балконе. У меня много и там орхидеи сейчас. На кухне начал цвести первым домашним цветением моей орхидеи Кливленд. Тоже здесь есть и ответвление. И довольно-таки неплохое цветение для моего первого домашнего. Я ее также и не пересадила. У меня так часто получается. Я пересаживаю орхидеи только после того, как они уже у меня цветут. А потом пересаживаю. Вы видите, ни пересадка орхидеи никак на нее в худшую сторону не повлияла. И листики там все нормально, и с корешками все нормально. Ну заполнили горшок, но ничего, отцветет. И в конце лета я эту орхидею пересажу. Вот орхидея Кливленд. Вот эта орхидея с поникшими листочками. Когда я покупала, помните, убитые орхидеи по оценке после оставшейся 8 марта. Я именно у одной орхидеи обнаружила, после снятия этого целлофана, на второй день все листья поникли. Я поняла, там корневой было плохо. Да, они были почти все сгнившие. Там буквально пару коротких я оставила. Я сказала, я буду ее держать над водой. И только когда убежусь, что корешки начали расти, я ее посажу. И вот я ее уже посадила в грунт. Да, вот видите, вот видно, что вон корешок растет. И с другой стороны тоже я видела, что начали расти корешки. Но полностью пока туркар не восстановился, я через день обрыскиваю эту орхидею водой. Иногда добавляю или янтарку, или натуральный виталайзер. Ну так все нормально будет, растит корешки. А, кстати, там тоже я даже вижу, что вам не видно, но появился новый листик. За лето орхидея полностью восстановится и корневая. И у нее нарастет, и будут новые листики. Что у меня еще здесь? А, вот я вам покажу потом свою вот эту орхидею, сога-реликс. Знаете, хотя как-то мы решили, что унивирус, ее надо делить. Она у меня долго стояла отдельно, но хуже ей не становилось. И я ее, короче, решила на общую полку поставить, вот рядом с этой орхидеей. Ну, наблюдаю, конечно. Причем она доращивает цветонос. Так мало того, у нее даже растет вон сбоку новый цветонос. Видите, нижние пазухи. И отрастила она уже вот такой хороший чистенький новый листик. Ну, наблюдаю я, конечно, за ней, как она себя поведет дальше. Гаага тоже. Вот растет вот такой вот цветонос, весь с ответвлениями. И вырастет новый у ней цветонос. Это от старого. Я вообще хотела отрезать, когда увидела, что разбудилась почка. Я думала, будет как раз упираться в окно. Я помню, что очень разветвленный цветонос у этой орхидеи. Потом я решила вот так вот формировать его, отодвигать от окна потихоньку. Ну, потому что я вижу, что цветение будет довольно-таки богатое. Я вряд ли бы достигла так быстро такого цветения, если бы я, как повторюсь, омолодила эту орхидею и обрезала у ней всю нижнюю часть. А так она растет, и у ней корешки новые растут, и листики, и цветоносы. Вы думаете, что это у меня самая крупная орхидея. Да, она старая, ей уже лет 10. Ну, у меня есть еще две такие лошадки. Вот она. Вот это Равелла. Это на кончике цветоноса она продолжает свисти. И листики у ней лопухи. Она тоже очень старая у меня орхидея. Она просто громадная, она привязана к этой стойке, потому что нигде она не помещается. Я ее даже уже года два, наверное, не снимала. Вот так поливаю. С нижним поливом, ну, она растет. И, наверное, вырастет еще больше. Еще есть одна вот эта у меня старая орхидея. Но тоже она такая громадная. Я уже ее не могу не пересаживать. Белая она у меня тоже очень старая. И очень громадная стоит на холодильнике, потому что больше некуда мне ее приткнуть. Из-за ее больших размеров. Даже я готова с ней расстаться, если есть желающие ее приютить. Меня спрашивают, каким удовременем я пользуюсь, что у меня так хорошо цветут орхидеи. Вы знаете, я не могу выделить какую-то определенную марку. Когда у меня заканчиваются орхидеи, вот я иду в магазин. Какие нахожу вот с надписью для орхидеи, так такие беру. Чаще всего у меня бывает вот это, форте. Для красоты. И первая. Это как бы серия вторая. И первая серия для иммунитета. У меня тоже она есть. Там в уголке стоит. Иногда покупаю агриколу. Иногда покупаю и с другими названиями. У меня всегда есть янтарин. Есть циркон. Есть еще у меня всегда вот этот натуральный виталайзер, который мы называем. HB101. Почему-то не знаю. И в принципе, вот уже сейчас, когда у меня, у орхидеи, то есть растет все активно, почти при каждом поливе, один раз я проливаю водой, немножко оставляю минут на 5-10, и второй раз я проливаю слабым раствором, вот каким-нибудь вот с этих удобрений. И орхидеи растут очень хорошо. А вот здесь еще висит мой желтый пиллорик. Тоже вот этот новенький цветочек. А вот эти бледненькие, старенькие, и еще, как и все мои орхидеи, продолжают свое цветение, то есть наращивают цветоносы. Вот еще более-менее не выгоревший цветочек. Очень милый и красивый. Очень много я вынесла на подоконник балкона орхидеи и повесила уже вторым ярусом. Вот мой единственный цимбидиум. Наконец-то он начал расти. Вот эти молодые детки. За лето, наверное, все-таки он вырастет. Здесь я хочу вам показать одну свою страшную орхидею. Многие пугаются. Это мои анютины глазки, такая небольшая клумбочка. Коже, все лето цветут. Как-то я показывала в одном ролике, была орхидея старая, стала молодая и здоровая. Я говорила, что иногда у нас в магазинах уже на выброс совсем убитые орхидеи оставляют в коробке и желающие забирают. И вот я пару лет стала экспериментировать. Стараюсь это, знаете, делать перед летом, чтобы не занести никакую заразу и держать эти орхидеи отдельно на балконе. То есть я, если у орхидеи есть хоть какая корневая, но совсем убитые листья, я максимально удаляю листья и нарушаю точку роста. То есть ждут новую детку. И за лето мне удалось получить новое растение и совсем-совсем страшные убитые орхидеи. Как мне одна написала в комментариях, одна подписчица или просто зритель, что такие страшные орхидеи. Я не видела ни на одном канале. Ну, может, она не поняла, что не я их довожу до такого состояния, а наоборот пытаюсь из таких страшных что-то получить. Вот есть у меня сейчас три экспериментальные. Вот одна здесь поближе, сейчас я ее достану и посмотрим, что тут происходит. Кстати, я их стараюсь, конечно, пересадить в грунт, но не беру новый грунт, а использую все остатки от своего. Потому что в старом грунте все равно. Даже иногда они и без грунта валяются. Сейчас я покажу вам одну орхидею. Вот одна из чудовищ, которая действительно была страшная. Там у меня еще две есть. Я показывала, как я обрезала листья. Там они были у них, ну, в основном после зимы у них бывают они подмороженные. Они еще рано их уже на улицу выбрасывают. Уже были прям черные листья. Ну, сколько смогла у этой орхидеи, я сохранила. И вот точку роста тоже выдернула лист. Мне спрашивают, как это я делаю. Да, обычным пинцетом, который входит в состав маникюрного набора. И вы знаете, я все смотрела на прикорневые вот эти части этой орхидеи и ждала детку. Вот где-то две недели. Она у меня где-то с середины мая, эта орхидея. Я увидела, что кое-какие корешки есть, ну, такие, с которых, как я поняла, можно что-то получить. И вот я только два дня заметила, что, оказывается, то ли это детка, то ли это цветонос решил лезть как раз-таки из центра. Там, где я выломала вот этот лист и повредила точку роста. Вот видно вам? Пока мне немножко непонятно, что это там растет, но что-то растет. Она стоит так отдельно у меня на балконе. Это я ее сейчас немножко приподняла. Вот что-то растет. Буду надеяться, что все-таки эта детка из-за лета она вырастет. Сюда я даже обрываю ее с минимальными корешками и уже доращиваю корешки у молодых растений во мху. Ну, по крайней мере, пока мне так удается. Вот такие у меня есть эксперименты. Есть еще одна орхидея, тоже что-то дала, но не буду ее доставать. Немножко надо лезть вглубь. Наверное, через неделю там будет точнее, что же у нее растет. Я покажу и вторую орхидею тоже. Здесь на улице я тоже вижу растущие цветоносы у орхидеи. И вон там, запрятанный под клематисом тоже. Вот здесь тоже вижу, растет цветонос. То есть, этим летом у меня будет много цветущих орхидеи. И будет, что вам показать. Ну, на сегодня, наверное, я обзор заканчиваю. Конечно, для меня еще очень много работы. Что-то полить, что-то помыть. Ну, и с вами я буду уже прощаться. Все, пока. Посмотрите на принца. И не пугайтесь. Он не вампир. И реки он тоже не скушал. Вот, с реки все нормально. А просто он поужинал клубникой. Да, принц? Было вкусно? А убыться он забыл. Покажись, чумазый принц. Видели? Какой страшный, чумазый принц. И чиститься явно не собирается. Не собираюсь я, да? Будешь ходить такой страшный, всех пугать. Он все-все перепачкал в этой клубнике. Он так аппетитно ее ест. Видели? Чумазого принца. Вот так вот. Сейчас он еще выбросит. Меня ее перепачкает еще вокруг. Давай я тебе подвину ее. На, пачкайся уже. И замок испачкал. Все вокруг, слава богу, что уронил. Пачкай уже внизу там все. Покажи, какой ты красивый. Покажи. Покажись. Видели? Такого чумазого принца. Давай, иди умывайся. Ты будешь грязный ходить. Умыть тебя, что ли, водичкой? И она тебя, наверное, сейчас побрызгает. А то на тебя страшно смотреть. Ты все вокруг испачкаешь. Ты Рики же ела аккуратно. Покажи, Рики. Или он тебе не дал кушать. Или он сам ел один. Ты чуть-чуть только испачкалась. Попрызгал. Попрызгал. Кошмар. Кошмар. Если я его так сейчас бы неожиданно увидела, точно подумала, что он пол Рики съел. Вот водичкой. Правильно, попей водички. Умойся. Слышишь? Вот. Пришлось его искупать. Сколько дал. Попрызгала его. Отмыла от клубники. Что, вроде так лучше, принц. Вот. Теперь он более-менее чистенький. Мокрый, недовольный. Зъерошенный. Вот чуть-чуть осталось внизу, но он уже ни в какую не хотел больше мыться. Вот так. Сейчас подсохнет. И Рики он заодно тоже помыла. Ну, пришлось больше купать вот этого разбойника. Чумазого. Слышишь, как дети кричат на улице? Слышишь? Сейчас корточки, окна открыты. И он все прислушивается к звукам на улице. Они его будоражат. То отвечает, то что-то бормочет. Часто он сидит, наверное, не очень довольный. Хоть они и любят купаться, но не всегда имеют желание, да, принц? Вот сейчас такое недовольство свое высказывает. Вот этот чистенький. Прохладненько. Видишь, какой клюв чистенький. Как же лучше.